Воскресенье Вы знаете, на прошлой неделе мы, когда утром с нашей командой служителей, по утрам, мы всегда, когда собираемся, у нас начинается день совместной молитвы, мы молимся, потом занимаемся каким-то планированием дел. Так вот, на прошлой неделе, когда мы собирались, то перед молитвой, как-то так получилось, мы читали Нагорную проповедь. И каждый раз, когда я читаю Нагорную проповедь, Бог как-то по-новому открывает мне свою истину. И я хотел бы сегодня взять один из кусочков этой Нагорной проповеди, и давайте откроемся вместе Евангелие от Матфея, шестую главу. Я думаю, каждый из вас когда-то в своей жизни занимался либо фотосъемкой, либо видеосъемкой. И вы знаете, что существует такое понятие, как фокус, фокусировка, когда мы на чем-то фокусируемся. Так устроен наш глаз. Когда мы на что-то смотрим, мы на этом фокусируемся. И когда мы на чем-то фокусируемся, то этот объект выглядит для нас четко, а все, что вокруг, скажем так, периферия, размыто. Правда же, да? Вот, например, можно мне одну фотографию, первую фотографию показать? Вот, предположим, вот смотрите, стоит чашка, и мы на ней фокусируемся вместе с вами. И поэтому, как бы, чашка четко, а вот то, что сзади, размыто. Мы можем фокусироваться, например, на том, что находится сзади, вот, да? И тогда вот растения сзади, они становятся четким, чашка размытой. И интересно, что вот так устроен наш глаз, и техника, аудио, извините, видеокамеры, фотокамеры пытаются, как бы, сымитировать то, что видит глаз. И в этом преимущество профессиональной техники, потому что профессиональная техника, у нее большая глубина резкости, и она, как бы, показывает ту картинку, которая максимально приближена к глазам. Вот, а любительская техника, у нее не такая большая глубина резкости, там, сложности с настройкой. И поэтому, вот, вот, третью картинку можно, да? Вот, когда обычно любительская техника, то там все четко, и задний план, и передний план. Вот почему, когда люди снимают на видеокамере какой-то сюжет, то вот вы потом просматриваете, и это отличается от фильма, правда же? Вот, когда смотришь профессиональное кино, вот, вроде бы, тоже снято, но как-то по-другому снято. Это вот видно, что снято на какие-то дорогие профессиональные видеокамеры. В чем разница между нашими любительскими камерами и профессиональной техникой? Профессиональная техника максимально приближена к глазу. Вот первую картинку можно еще раз, да? И вот как глаз видит, первая картинка, вот, объект, да, и сзади размыто. Вот так вот и кино тоже показано, как будто ты смотришь, да? А вот третья картинка, это вот как все видно, там и задний план, и передний план. Это вот обычно то, что мы называем хом-видео или наше любительское видео. К чему я это говорю? Конечно же, во времена Иисуса Христа не было ни видеотехники, ни фототехники. Но то, о чем говорит Иисус во многих местах своей Нагорной проповеди, связано именно с вот таким понятием, как фокусировка. То есть, на чем ты фокусируешься. И Иисус показывает, что можно иметь правильный фокус, а можно иметь неправильный фокус. То, посмотрите, вот еще раз первую картинку, то, на чем ты фокусируешься, становится для тебя четким, конкретным, да? Это не означает, что все остальное перестает существовать. Остальное остается. Оно просто размыто, потому что это задний план, не так важен. Например, тут цель показать кружку. И если показать все, вот еще раз третий кадр. Вот когда вот показываешь все, то на кружке не концентрируешься. Все четко и все одинаково. Но когда фокус на кружке, да, а все остальное не в фокусе, тогда понятно, о чем речь. Понятно, о чем речь. Понимаете, да, о чем я говорю сейчас? И вот Иисус говорит, да, мы живем с вами на той же самой земле. Мы сталкиваемся со многими проблемами. Но фокус христианина, то есть то, на чем мы концентрируемся, должно отличаться от всего остального. Не то, что все остальное не важно, или оно как бы исчезает. Нет, оно остается, но оно становится второстепенным. Вот это такое небольшое вступление к тому, что мы сейчас с вами будем читать. Шестая глава, девятнадцатый стих. Я еще раз вам напоминаю, что деление на главы условно. Иисус говорил, и вообще текст на горной проповеди одним куском. Поэтому я хочу как бы не на главы сейчас разбивать, а на смысловые части. До этого Иисус говорит о лицемерии. Иисус говорит о том, что важно молиться, поститься и давать милостыни не как лицемеры, то есть не на показ, а из-за любви к людям. То есть не трубить о своей благотворительности, но делать добро, как проявление своей любви. Дальше, смотрите, начинается новый смысловой отрывок. Если бы я был первым христианином, и мне предстояло бы разделить текст на главы, я бы лично следующую главу начал с девятнадцатого стиха и сделал бы его первым. Но у меня не спрашивали. Шестая глава, девятнадцатый стих. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровищ на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Господь показывает, что мы можем фокусироваться либо на небесном, либо на земном. Став христианами, став верующими людьми, мы не просто становимся частью церкви, членами какого-то религиозного сообщества. Ведь, согласитесь, можно стать членами религиозного сообщества, но продолжать жить точно так же, как и раньше. Это и есть лицемерие. И, к сожалению, большая часть так называемого христианского мира мало чем отличается от всех остальных людей. Иисус говорит, вы не просто теперь ходите по воскресенью в церковь. Вы не просто теперь говорите красивые молитвы и поете духовные гимны. У вас должен быть другой фокус. То есть вы теперь должны фокусироваться не на земном, а на небесном. Вот еще раз, можно первую, да? Первую фотографию. То есть на сегодняшний день у нас должен быть самое главное, первое, это царство Божье. То есть мы фокусируемся на небесном. Небесная, духовная жизнь. Означает ли это, что теперь все остальное для нас не имеет значения, оно исчезает? Нет. Задний фон не исчезает. Мы живем на этой земле, мы сталкиваемся там с финансами, с какими-то бытовыми трудностями и сложностями. Но просто теперь это не должно быть в фокусе. А если мы продолжаем жить как раньше, да, вот вторую фотографию можно, мы продолжаем концентрироваться на земном. А про Бога, про духовность, про небо, мы просто поем песни и один час в неделю по воскресеньям мы об этом слышим в проповеди. Значит, что-то в нашей жизни не так. Потому что, говорю по-современному, на чем ты фокусируешься, там и твое сердце. Когда ты фокусируешься на деньгах, на делах, на заботах всевозможных, там твое сердце. А Бог, это что такое непонятное, размытое, об этом интересно иногда в церкви послушать проповеди, но по большому существу, по большому счету ты это не знаешь. Это для тебя что-то такое туманное, непонятное, после смерти узнаем. Но Иисус учит не после смерти. Здесь, во время нашей земной жизни, мы должны быть сфокусированы на небесном. И посмотрите, дальше, 22 стих, Иисус продолжает. Вот как раз, при чем здесь глаз, да? Вот глаз, на чем мы фокусируемся. Светильник для тела есть око, глаз. И так, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. И так, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Я прочитаю эти стихи в современном переводе. Послушайте, 22 стих. Глаза – это светильник для человека. И если глаза здоровы, весь человек полон света. А если глаза больны, человек весь окутан тьмой. Но если свет, который в тебе тьма, то какова тьма? Можно трех братьев на сцену? Можно три брата? Пожалуйста, выйдите на сцену. Вот представь себе, вот Иисус показывает, есть три вещи в нашей жизни. Нет, два брата в белых рубашках, один в черной. Вставайте. Вот посмотрите. Иисус показывает, есть три вещи. Первая – глаз. Ну или все на дальнем переводе – око. Второе – это в синодальном переводе тело, в современном – человек. И третье – это окружающий нас, окружающий нас мир. Леша, приди сюда тоже, сядь, понадобишься. И вот смотрите, Иисус говорит, да? Если твое зрение, то есть твой глаз… Естественно, Иисус здесь говорит не о физических глазах, как и когда Он говорил, имеющий уши слышит, здесь Он говорил не о физических ушах, да? Некое наше внутреннее зрение, если наше внутреннее зрение, зрение нашего сердца сфокусировано правильно, то есть на небесных вещах, как здесь сказано в современном переводе, глаза твои здоровы, да? Тогда, то есть здесь оно получается светильник, он работает, здоровый глаз – это работающий светильник. Если светильник работает, то ты весь наполнен светом. А если ты весь наполнен светом, тогда ты можешь освещать и окружающий тебя мир, понимаете? Потому что церковь – это свет миру. Мы с вами свет миру. Но… Встань сзади. Если глаз твой болен, то есть светильник не работает, ты сфокусирован не на горнем, не на небесном, то ты наполнен… Иди сюда, встань перед ним… Тьмой. И как написано все на дальнем переводе, а если вы тьма, то какова же тьма? Кому вы что покажете, кому вы что осветите? Это вот и есть религия. Религия, когда мы сконцентрированы на неправильных вещах, при этом делаем вид, что все хорошо. Хотя на самом деле мы точно такие же, как мир, но мы пытаемся им чего-то объяснять, чего-то их учить словами своими. Хотя наши жизни говорят о том, что мы точно такие же. Из-за чего сегодня мир смеется над религией, он смеется над христианской религией, смеется над христианской церковью. И говорят, вы чему нас учите? Да вы точно такие же. Мы говорим, нет, мы свет, но сконцентрированы мы точно так же на земном. То есть светильник наш не работает. Это еще можно сравнить, вот, предположим, ночь, и вот там вдали домик такой, и там в домике лампочка. И поскольку лампочка работает, да, она включена, то в окошке горит свет, то есть дом как бы наполнил светом. И туда идет заблудившийся путник из ночи. А если лампочка не работает, в окошке нет света, некуда идти. Понимаете, о чем говорит Иисус? Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Ты точно такой же, как эта тьма. Хотя пытаешься что-то наставлять, учить, кого-то там назидать и объяснять. То есть Иисус здесь показывает, что главная проповедь наша, это не наши слова. И не воскресенье час по утрам, как сегодня стало во всем христианском мире, к сожалению. Главная наша проповедь, наша жизнь, без этого все наши собрания, это пустые религиозные сообщества, самодовольных людей, что они, видите ли, идут на небо, а все остальные идут в ад. И ничего, кроме омерзения у мира, вот такие проповеди не вызывают. Некоторые говорят, ой, наверное, сегодня церковь вообще устарела, какая разница? Нет, 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 церковь не устарела. Дело все в том, что нам не нужно теперь уходить из церкви. Ну, какая разница, сегодня христианский мир такой же падший, здесь столько же разводов, как в остальном мире. Что тут делать? Нет, нет, не нужно уходить из христианского дома. Нужно включить лампочку. Нужно включить свет. То есть иметь правильную фокусировку нашей жизни. Спасибо, братья. Давайте поблагодарим их. И вот посмотрите, дальше, дальше Иисус, а Иисус, как хороший проповедник, он берет и все поясняет на простых примерах. Не на теологических сложных изложениях, а на простых примерах. Он это вот поясняет на простых примерах. Смотрите, никто не может, 24 стих, да? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет уседствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Я помню, когда я первый раз читал Нагорную проповедь, прочитав этот 24 стих, никто не может служить двум господам, сразу же вспомнил фильм из детства Трифальдина из Бергама. Помните, да? Который пытался там и одному служить, и другому, и там, в общем, было много всяких комических ситуаций, довольно забавное кино, но когда это происходит в жизни, это довольно-таки незабавно происходит, потому что невозможно служить двум господам. И здесь Иисус показывает, не можете служить Богу и мамоне. Вот интересно, что вот эта мамона, у нас даже все на дальнем переводе не, как бы на русский не переведено, потому что это арамейское слово, означающее богатство, имение, земные блага. И знаете, что интересно, вот само слово мамона происходит от арамейского слова мамон. Мамон означает ценность, взятая в залог. Можно, Лен, кошелек мне? Миш, приди сюда. Вот, смотрите, ценность взятая в залог. Вот, например, Михаил, поднимайся на сцену. Вот, Михаил, например, нуждается в деньгах, да? А у меня есть деньги. Я пастор. Вот. Он нуждается в деньгах, ему нужна, ему нужна, у него жена молодая, он хочет кушать, ее кормить, да? А денег у него нет. И он, а до зарплаты еще? У-у-у. А есть надо сегодня. И он ко мне приходит и говорит, слушай, одолжи мне деньги, я тебе зарплаты отдам. Да? Наше время такое, одолжишь, и потом ищи, свищи. Я говорю, сколько тебе надо? Десять тысяч. Десять? У меня столько нет. Вот, ему надо. Я тебе дам. Я тебе не дам столько, я тебе дам, например, одну тысячу ему дам, хватит уже, правильно? Мне что тут по Макдональдсам шиковать? Вот. Вот. Я ему дам одну тысячу, да? Но. Да, я ему говорю, Миша, я тебе дам одну тысячу, но чтобы как бы я был уверен, что ты вернешь меня, давай мне в залог что-нибудь ценное, да? Что ты дашь мне ценное? Пиджак снимай. Да. Вот. Я ему даю тысячу, да? И все. Спасибо. В принципе, нормально, да? Сын подрастет, будет носить. Хорошо. Я беру пиджак, и вот это и есть в арамейске мамон. Какая-то ценность, взятая в залог, как гарантия того, что мне человек вернет то, что я ему дал, да? То есть, когда я взял ценность, она с одной стороны вроде бы моя, то есть, если он не вернет, я ее себе оставлю, но по большому-то счету, она не моя, правда же? Я взял ее как гарантию. Я взял ее лишь на время. На время. И через какое-то время, приходи обратно, вот, он говорит, о, Виктор, у нас зарплата, у нас такой начальник хороший, заплатил нам столько много, вот, вот, и он мне дает деньги, а я ему возвращаю его залог. То есть, посмотрите, земные вещи, ну не уходи пока, земные вещи, это что-то, что дано нам на некое временное пользование. оно не то, что неправильно, не то, что мы должны, во, это такой пиджак, вон, это какой-то ерунда, все, нам ничего не надо. Нет, это, это временное. поэтому мы не можем жить без бытовых вещей. Мы связаны с деньгами, с бытовыми трудностями, с едой, с одеждой, но мы не должны держать это в фокусе, понимаете? То есть, мы не должны этому служить. Если у тебя вот эти вещи будут в фокусе, вот вторую картинку покажите, вторую картинку, то есть, ты сфокусировался на всем остальном, то для тебя никогда твоя вера, твой Бог и небесное не будут важны. Ты можешь об этом и говорить, что это важно. Бог для меня самое важное. Ой, как я люблю Иисуса. Но жить ты будешь этим. А Иисус тебе говорит, глупо жить временным, держать временное в фокусе, а вечное размытым. Вот о чем речь здесь. И смотрите, когда вы это понимаете, можно читать дальше. Посмотрите, дальше читаем. У меня даже сегодня не то, что проповедь, я просто хочу вам поделиться. Мы почитали утром вот эти главы, и меня Бог так коснулся. Я хочу поделиться с вами вот этими вещами. Смотрите, читаем дальше. Двадцать пятый стих. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Мне очень нравится в современном переводе, здесь двадцать седьмой стих так изложен. Кто из вас, как бы он ни старался, может продлить свою жизнь хоть на час? Что интересно, ведь Алиса, встань, пододи-ка мне. Вот Алиса, она растет, ей 13 лет, она растет, но ее рост естественный никак не зависит от ее заботы. Правильно же? Заботится она, не заботится. Точно так же я абсолютно убежден, что большинство из сидящих здесь в зале проживут еще один час. Но зависит ли это от вашей заботы? Никак. Не зависит. Правда же? То есть, посмотрите, опять-таки, что значит не заботиться? Иногда читаешь это место Писание думаешь, не заботит души вашей, что есть, не для тела, во что одеться. Это в смысле? То есть, мы должны ходить голыми, так что ли? Питаться, слышали про таких праноедов, да, или солнцеедов, которые утверждают, что можно просто питаться вот энергией солнечной из воздуха и не нужно и не нужно кушать. Вот здесь Иисус не об этом говорит. Ходите ногами и питайтесь воздухом. Он говорит, не заботьтесь. То есть, смотрите, опять-таки, перевяжу на современное. Не держите это в фокусе. Согласитесь, готовить завтрак и переживать за то, что ты ешь, там пьешь, вот это разные вещи. Одеваться и делать из одежды культ, когда у тебя в фокусе, когда, знаешь, как говорят, даже встречают по одежке. Это разные вещи. Иисус говорит, не держите это в фокусе. То есть, не то, что это исчезает вообще, это есть. Можно еще раз первую картинку? Это есть. Но вы не должны жить с главной концентрацией на это. Иначе главное станет для вас размытым. 28 стих. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как одна из них, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня и завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми пачи вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Видите, опять-таки Иисус не говорит, что вот то, что для вас важно, это кружка, а все остальное должно исчезнуть. Нет, Отец Небесный знает, что вы в этом нуждаетесь. Отец Небесный понимает, что вы не можете питаться воздухом, вам нужна еда. Отец Небесный понимает, что ты родился здесь, на Урале, и ты не можешь, как в Африке, ходить голышом. Здесь осень наступает, снег в любой момент может выпасть, правда? На такой территории мы с вами живем, и мы не можем, мы нуждаемся в одежде, не можем ходить без одежды, мы нуждаемся в хорошей, теплой одежде. Он знает. Поэтому, я еще раз говорю, задний фон не исчезает, исчезает. Потому что, вот есть крайности, когда вообще все буду ходить вам в лохмотьях, в веригах. Нет, это важная вещь. Мы питаемся, мы кормим своих детей, мы отправляем их в школу, там нужно что-то покупать. Но когда для нас это самое главное в жизни, а небесное, духовное, это лишь воскресное богослужение, то возникает вопрос, что является твоим фокусом? На чем ты концентрируешься? То есть, забота, это не отрицание, это просто фокусировка. Когда ты не заботишься, значит, ты не фокусируешься. Не фокусируешься. Фокусируешься на еде, там, не то, что ты говоришь, все, я буду питаться воздухом, как в одном из наших классических произведений, когда, помните, там, цыган учил лошадь обходиться без еды. И совсем уж было научил, да лошадь сдохла. Вот. Не забудьте, да, нам нужно питание, нам нужно питание. И посмотрите, 33 стих. Ищите. И опять-таки, вот можно перевести на современный язык. Держите в фокусе. То есть, что должно быть в фокусе христианина? Ищите прежде Царство Божьего и правды Его. И это все приложится вам. Опять-таки, если мы будем говорить о фото или видеотехнике, профессионалы пользуются ручной фокусировкой, любители используют автофокус. Почему любители используют автофокус? Потому что автофокус проще и легче. Но проблема в том, что вот автофокус, он, там, какой-нибудь объект сместился, и у тебя в итоге фокус тоже сместился. хотел сфотографировать кружку, а получилось цветы сфотографировал. Чуть-чуть кружку передвинули, бабах, цветы. Сейчас, конечно же, техника идет вперед, сейчас даже для любителей придумывают этот ищущий автофокус. Но даже ищущий автофокус бывает находит не то. Поэтому профессионалы используют всегда ручной фокус. То есть, когда ты вручь, это дольше, нужны навыки для этого, нужно профессионализм для этого. Но, по крайней мере, у тебя именно в фокусе то, что ты хочешь снять. Такой драгоценный точно так же в жизни. Мы иногда думаем, все, я пришел в церковь, у меня включился автофокус, я божье дитя, все у меня хорошо, все классно, и тут у нас куча всяких исповеданий хороших, о том, какие мы великие, хорошие, благословенные и прочее, и прочее, и прочее. Хотя смотришь на жизнь человека тюма сплошная, грех сплошной, мрак сплошной, и при этом внешне все супер-бупер. В этом есть христианская зрелость. Чем более мы зрелыми становимся в духе, тем больше мы профессионалы. И мы понимаем, что да, есть разные ситуации, в этом есть наш профессионализм, когда мы всегда в разных ситуациях, мы настраиваем наш фокус вручную на Бога, на горни, на Его царство. Потому что в этом мире столько всяких искушений, когда появляются разные объекты в жизни, которые стремятся захватить все твое внимание. Нет, они могут тебя не вытащить из церкви, оставайся в церкви, просто Бог становится для тебя размытым таким. Да, Он есть, Он есть, ты веришь в Господа, в какого-то там Господа. Но какой Господь? Что ты можешь о Нем сказать? Ну как, я учился в библейской школе, у меня там конспекты есть, атрибуты Бога, вечный, я вот верю вечного, три единый, вот я в какого верю, вездесущий, всемогущий, вот у меня конспект, я в такого верю. И вот все, что мы можем знать о Боге, вот это наши конспекты из библейской школы. Но никакой конспект из библейской школы не может конкурировать со сладкими, привлекательными вещами этого мира. Вау, там какой-нибудь новый телефон, новый компьютер, там еще какая-нибудь новая техника возникла, и люди только об этом думают, христиане только об этом говорят, или там какие-нибудь события возникают, даже в христианской мире, это сразу привлекает наше внимание. И Бог у нас остается частью конспекта, но в фокусе у нас совсем иные вещи, потому что конспект никогда не может конкурировать с реальными искушениями этого мира. Бог желает, чтобы он стал для нас не просто частью конспекта, из-за этого все раздоры в христианском мире, когда вот меня учили в библейской школе вот, например, так, так, что вот, а вот его учили вот так вот, да, и мы с ним встречаемся, да, и я говорю, ты в какого Бога веришь? Он говорит, я верю в такого, я говорю, еретик. Как? Ну, потому что вот не так, вот он не, вот так, и вот так. Вот как ты веришь, что Иисус, вот он, он вот, или там троица, вот она вот как вот там, вот я вот верю так, а он говорит, я, ну, еретик. Мы приходим на небо, Бог говорит, так, покажи конспект, так, все, правильно заходи. Он приходит, да ты что там, говорит, я не виноват, меня научили, не так, ну, не виноват, и все, все равно неправильный конспект, уходи в гееногенную. Мы думаем, что он по нашим конспектам, или мы вначале говорим символ нашей веры, если там мы его правильно сказали, мы все ее на небо, а там у кого-то слова перепутаны, убукал. Хороший человек, любил ты многих, добра много дел, вообще хороший, ну, извини за конспект, но не могу, у тебя пустить в свое царство. А вот этот, он и подлюка, и гадости много дел, но верил правильно, конспект у него верный, поэтому пойдет он в небесное царство. Но это же смешно. Но именно из-за этого часто столкновение между христианами, хотя если бы для нас Бог был больше, чем конспекты, вы знаете, между христианами было бы единство, потому что богов не два, не десять, он один. познавая его, мы соединяемся, изучая его научно, мы ссоримся. Не случайно говорят, что бог – это познание не для ума, а для сердца. Почему? Да потому что ум слишком мал. У тебя может быть три диплома, докторская степень там, профессор, академик. Бог все равно больше для любого ума. Вот почему апостол Павел не сказал, соединяющийся с Господом есть один ум с Господом. Нет. Один дух. Один дух с Господом. Так важно его действительно познавать, реальность его. Не просто говорить об этом. Познавать реальность, приближаться к нему, переживать его. И ты с удивлением обнаружишь, чем больше бог в твоей жизни станет превращаться из чего-то записанного в пережитое, тем больше между нами будет единения и любви. Тем больше будет взаимопонимания. Тем больше мы будем ощущать реальность единства с Ним. тем больше. Чем больше у тебя познания Бога, тем меньше у тебя будет претензий. Потому что, когда Бог для тебя это что-то записанное, вот Он добрый, Он благой, а у меня в жизни что творится? Господь, Ты что? Меня учили, что Ты должен мне то-то, то-то давать. Я у тебя уже 10 раз попросил, Ты мне ничего не дал, я на тебя обиделся. Сколько сегодня по церквам ходит таких обиженных христиан, обиженных на Бога. Но вы знаете, удивительная вещь, чем больше ты познаешь Его, тем меньше у тебя претензий и обид к Нему. потому что Его реальность освещает все в твоей жизни. Непонятное становится очень ясным. Я вам даже скажу, иногда Бог, вот то, что у меня происходит очень часто, вот ты надумаешь, Господь, я вот, у меня к Тебе есть вопрос, вот потом, после смерти, я вот Тебе задам вот эти вопросы. Я часто переживаю, когда у меня есть какие-то вопросы, и вдруг приходит Божье присутствие, я не то, что ответы на вопросы получаю, у меня вопросы снимаются. Я думаю, Господь, вот же глупо я был, и меня вот это интересовало, я это хотел у Тебя спросить, и мне смешно над собой же. Потому что Его присутствие, оно настолько все проясняет, а вот познание умом, оно только запутывает, разъединяет, приводит к ссорам и разногласиям. Потому что это тоже часть чего-то земного. Иисус нас учил, ищите небесное, ищите небесное, ищите небесное. Держи, это в фокусе, держи. Так легко, когда фокус сбивается, и ты уже на чем-то другом. Автофокус у тебя сработал, и смотришь, уже все там, растения всякие. Бог вроде бы тут остался, но уже он как бы тут и не тут. Он вроде бы такой, и вроде бы не такой. Поэтому Иисус говорит, отключай автофокус, включай ручной, и держи меня каждый день. Встал утром, включай ручной фокус, ищи меня, моего царства, правда его. Все остальное, да, я понимаю, оно нужно, пока ты здесь на земле. И имение нужно, и деньги нужны. Но это дано тебе временно. Я буду об этом заботиться. Я не отрицаю это, но держи меня в фокусе, а не фон, не все остальное. Вот, вот говорит здесь о чем Иисус. И смотрите, дальше, 34 стих. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне. Опять-таки, вот этот стих вызывает много вопросов у христиан. В смысле не заботиться? Ну мы же планируем там отпуск, мы же планируем дела, ну мы же не можем, вот что завтра, не важно. Все деньги потратил сегодня, а что завтра буду есть, не важно. Да не об этом говорит Иисус, не то, что вот все, будем есть пить сегодня, ибо завтра умрем. Не об этом. Он имеет в виду, смотрите, и так, вот, прочитаю по-своему. не держите в фокусе завтрашний день, ибо его будете держать в фокусе завтра. Довольно для каждого дня своего фокуса. то есть живи настоящим. И это один из важнейших секретов переживания присутствия Божьего. Вот сколько бы с христианами не говорить, но все равно наш ум, он почему-то так настроен, он все ждет, он все чего-то ждет. Вот придет конференция, у нас на следующей неделе приезжает директор музыкального там департамента Айхопа, ну все, Господь, жди, иду к тебе, или точнее, я тебя жду. Мы все ждем, вот будет конференция, будут большие собрания, пойду учиться в библейскую школу, или поступлю на библейские курсы, и вот тогда, вот у нас всегда вот есть ожидание, и вот тогда, Бог, уж я тебя, я уж тебя познаю, извини, уж так тебя познаю, как никогда еще не познавал, так уж мы с тобой сблизимся, что не отлепишься потом от меня. А сегодня, Господи, извини, не могу, сегодня у меня много дел, сегодня у меня много забот, сегодня, Господь, пока ты у меня мутновато сегодня. как вроде бы недалеки от христианства слова известной советской песни, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь, но они очень соответствуют тому, что говорил здесь Иисус. Вот сегодня время благоприятное, сейчас, теперь, время благоприятное, вот сейчас, он здесь, и его не будет больше через неделю, и его не будет больше на Рождество, и его не будет больше на Пасху. У нас будет здесь больше музыкантов на Пасху, у нас будет больше членов хора на Рождество, это да, музыкальная программа будет больше, пастор будет одет нарядней, вот и все, другой разницы не будет, потому что Бог тот же самый, Он неизменный вчера, сегодня и вовеки. Но мы всегда думаем, вот Господь, вот зачем я родился сейчас? Да еще здесь. Вот если бы я родился две тысячи лет назад в Израиле, и мы мечтаем, каково было бы нам увидеть Иисуса, и забываем, что большинство-то кричало «Распни!». Почему ты уверен, что ты был бы один из двенадцати? Какая вероятность этого? Да скорее всего ты бы кричал «Других спасал! Спаси себя!». Потому слава Богу, что мы не родились тогда. Что ты думаешь, что увидел бы тогда, чего ты не можешь увидеть сегодня? Иисуса во плоти, так большинство Его видели, но тем не менее все равно в Него не уверовали. Если ты думаешь, что тогда у тебя было бы больше шанса понять Иисуса, чем сегодня, ты глубоко ошибаешься. Потому что ты ищешь человека, а не Бога. А Бог, Он вечный. И Он сегодня так же может открыться тебе, как две тысячи лет назад. Поэтому оставь вот такие мысли. Вот жил бы я тогда, вот бы Господи. Да ничего бы не было. Ничего бы лучше бы не было. Ничего. Легко верить в Бога вчерашнего дня. Легко читать сегодня Евангелие. Говорить, да, но в то время ведь все было иначе. Точно так же легко, знаешь, вот когда Иисус придет и встанет на Иллионской горе, и гора разойдется надвое, а Он на белом коне, и всякое око Его узрит. О, и мы ждем. У нас эти эсхатологические ожидания. Но завтра оно всегда остается завтра. Потому что познать Бога и пережить Его присутствие, это может только здесь и сейчас. Поэтому не фокусируйся на будущем. Это не означает, что ты не должен там, собрался в отпуск, все, я не покупаю билеты, в день вылета куплю. Ну, купишь, но дороже, если будут. Это не в смысле, что ты не должен покупать билеты, если ты полетишь куда-то. Не об этом говорит Иисус здесь. Он говорит, не фокусируйся на будущем. Потому что некоторые часто, знаешь, вот закончилось лето, и Он живет только ожиданием следующего года, когда я в следующий раз поеду в отпуск, потому что моя жизнь только в отпуске. И ты ожидаешь, как ты следующим летом будешь лежать на берегу моря, и загорать будущее, будущее, будущее. Но Бог здесь и сейчас, здесь и сегодня. Вы понимаете? Здесь и сейчас. Вот прямо здесь. И прямо сейчас. И не завтра. И не через неделю. И не 2000 лет назад. А здесь и сейчас. Он был, конечно, не тогда, он будет и потом. Но познать ты его можешь здесь и сейчас. Что удерживает тебя? Вот что. Твоя фокусировка неправильная. Потому что мы это понимаем, но и не понимаем. Мы это понимаем, а фокусируемся на другом все равно. А на чем ты фокусируешься, там будет твое сердце. Сфокусировался на завтра. В завтра твое сердце. Бог пришел сегодня, а сердце твое где? В завтра. Вот и не произошла встреча. Дальше, 17 глава. Ой, извините, 7 глава. Опять-таки говорю, что деления на главы нет. Речь Христа продолжается. Не судите, да не судимы будете. Ибо таким судом, ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой меру вы мерите, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Видите, опять про глаза речь, да? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего. Называется христианское обличение. А вот в твоем глазе бревно, лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Опять говорю в ключе сегодняшней проповеди. Фокусируйся на своем лично духовном состоянии и на своем духовном росте, а не на недостатках ближнего. И не потому, что у ближних нет недостатков, но потому, что только примером своей собственной жизни ты можешь повлиять на них. А когда ты им говоришь правильные вещи, но сам так не живешь, тогда бесполезны все твои увещевания и правильные наставления. Вот где должен быть наш фокус. На нас, а не на недостатках окружающих людей. Но так легко, так легко постоянно думать. А вот тот, он все время обижается. Вот этот брат всегда опаздывает у нас на домашнюю группу. Тот ворчит. Эта семья вообще непонятно, что за семья. Поймите, ну так устроено, если мы включаем автофокус, он автоматически переходит на все вокруг. И мы начинаем замечать везде недостатки. У проповедника недостатки, у пастора недостатки, у лидера домашней группы недостатки, у всех вокруг недостатки. И как в таких условиях, Господи, можно быть христианином? И действительно, если мы концентрируемся на окружающих, на их недостатках, мы ходим разочарованные, огорченные и недовольные всегда. У нас сплошные претензии к Господу. И Бог говорит, дорогой, не то, чтобы... Можно еще первую картинку? Не то, чтобы у окружающих не было недостатков, но сконцентрируйся на своем глазе. Есть ли там свет или бревно там? Вот займись собой. И если ты будешь заниматься собой, то есть своим духовным ростом, своим познанием Бога, то ты удивишься. Включишь глаз, светильник точнее, глаз будет правильно работать. Весь ты будешь во свете и будешь светить другим. А если ты не занимаешься собой, своим духовным ростом, своим познанием Господа, то лампочка выключится. Ты будешь во тьме, а ты, ходящий во тьме, кому можешь путь показать, кому можешь путь осветить, а? Ну, он ходит во тьме. Да я понимаю. Я даже с этим не спорю. Но только как один, ходящий во тьме, может получать другого, ходящего во тьме? Вот оно фарисейство, вот оно лицемерие. Поэтому Иисус не говорит, вокруг тебя идеальные люди, ты не прав. Нет. У них есть недостатки и грехи, и прочее, прочее, прочее. Но сфокусируйся на своей духовной жизни. Тогда ты сможешь своим личным примером освещать им путь, а не балаболить правильными словами, называя это проповедью Евангелия. Но церковь стала большим профессионалом именно в ораторском искусстве. У нас целые учения есть. Гомилетика. И меня часто знатоки гомилетики упрекают. Виктор, у тебя проповедь не по законам гомилетики построена. Меня радует то, что и проповеди Иисуса не по законам гомилетики. У него нет вступления, нет там заключения, просто несколько историй. И даже не пояснил ничего, и выводов не сделал. И даже не то, что люди, а его служители, команда утром собираются и говорят, Виктор, у тебя была классная проповедь, примеры интересные. Но к чему все это было? не поняли вывода мы. Хотя на чем мы должны быть сконцентрированы? У нас жизнь должна быть другой. Когда у нас просто красивые слова, получается религия. Сразу вспоминается знаменитая фраза Франциска Осийского «Проповедуй Евангелие постоянно, если уж так необходимо, пользуйся словами». Пользуйся словами. Шестой стих. «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуг вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». То есть никогда не давай ценным, важным, духовным вещам уйти из фокуса. Можно вторую картинку? Не давай, чтобы вот эти важные, ценные вещи ушли из твоего фокуса. Не давай. Не позволяй этому. Не включай автофокус. А, Господь на что надо наведет. Это безалаберность. Это лень духовная. Так мы превращаемся в лицемеров, к сожалению. И дальше, смотрите, седьмой стих. Вот то, что часто некоторые проповедники используют как основание для того, что давай требуй с Богом машину, дом, деньги, прочее, прочее, прочее. Но сейчас, когда мы видим эти слова в контексте, я думаю, другое значение, другое понимание приходит. Смотрите. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». О чем этот стих? О том, что Бог обещает не просто некоторым, не просто избранным, не только проповедникам, там апостолам, пастырам, евангелистам, Он обещает каждому. Послушайте, если вы будете фокусироваться на небесном, на горнем, вы получите. Вы получите. Откроется. Ты войдешь словно в другую реальность. Ты будешь ходить как бы по земле, но как бы и не по земле. Потому что за всем земным ты будешь видеть небо. Небо. И это небесное будет для тебя четким и ясным. Как вот на нашей первой фотографии. Четким и ясным. Если ты будешь концентрироваться, ты увидишь чистые сердца, сказано в другом стихе этой же Нагорной проповеди. Бога узрят. Когда твое сердце, твой светильник будет здоровым, то есть сконцентрированным, сфокусированным на небесах. Ты узришь. Ты узришь. Его величие, его могущество, его славу. И для тебя это будет не просто пунктами конспекта про атрибут Бога или про атрибуты Бога. Для тебя это будет переживаемой тобой реальностью. И эта реальность будет намного более явной, чем все остальное. Ты будешь видеть его везде, понимаете? Его везде. Даже в церкви на собрании. Ты будешь видеть не недостатки, не то, что что-то вот твой сосед может там зубы не почистил или еще там. Ты будешь переживать его везде, где бы ты ни находился. Его присутствие. И он обещает, стучи, откроют тебе. Ищи, найдешь. Ты сможешь пережить это. Его реальность. Не просто когда-то там, когда ты умрешь. Здесь и сейчас. И дальше Иисус поясняет. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Да не про рыбу он и не про хлеб здесь говорит. Не про наши повседневные нужды. И так, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. И когда мы читаем про благо, мы понимаем, он говорит здесь о Небесном, о Неземном. Он делает вывод, и так, будешь искать Царство Божьего, будешь фокусироваться на Небесном, найдешь, откроют, получишь. И это не для некоторых избранных, а для всех, у кого правильный фокус. Редактор субтитров А.Семкин